Добрый день, дорогие друзья. Сегодня команда играет Спарта против команды Основа. Начали мы прям под свисток. У Основы 12 футболистов. Это рекордный сбор, который я припоминаю у этой команды в участии у нас на турнире. Что тут говорить? Очень круто. Респект. Помимо того, что уровень показывает хорошую игру, так еще и сбор тому соответствует. Шпаченко, Святослав, Бузунюка, Иван. На грабко сыграл. Действительно, такая большая разноманития. Гравцов Основы не может не радовать. Есть возможность использовать активную ротацию. Кутовый удар сейчас выполняет Основа. Открывался под удар Гомель. И сразу удар такой от грабка Ивана. Мужчаткова-то за слом поставили для Куксенко. Немножко удивился он. Таким моментом. Сулуцкий с мячем. Ледь не послезнулся зараз Куксенко, але втримал лівну вагу. Сыграл на Ясько. Ясько открывает на Сулуцкого. Богдан пробегает по левой бровке. Прямо на Рыбачука там бежит. И я бы так сказал, Рыбачук убегает. От Сулуцкого. Сегодня это его еще одна игра. Немало игр он уже отбегал. Иван Бавзонюкан Гомеля. Куксенко на Сулуцкого. Сулуцкий на Рыбачука. Активно перепасовывается Спарта сейчас. И вот впервые я, наверное, вижу, что Спарта тушит темп. Не знаю, то ли это у них случайным образом получается, то ли специально. Бабчинский дальний вброс. Именно Святослав сегодня на воротах у команды основа. Гол, неимоверный, гол зараз. Не надо, выше. Забываю. Шпаченко, Святослав. Вбрасывал ему как раз таки Бабчинский. На него Азиз запишем. И 1-0 проигрывает Спарта. Держать, держать, держать. Спаченко опасно там было. Только что вот этим темпом, высоким прессингом спортсанцы могли навязать хорошую атаку. Есть Ко. И классный удар отбивает его Бабчинский. Не до конца ему все было видно, но он все-таки решил угадывать. Правился. Полит основа. Пол основе. Да, да. Да, такие толчки будешь доказать. Будешь доказать. Примерно зеркальный фойл пару минут назад был тоже у основы Испарты. И сейчас судья старается внимательно вот моменты такие тушить. Гомель с мячем. Знову отримая мяч витпу иди. Че-то прострел, че удар. Швейц за все удар. Гомель. Слуцкий с мячем. Идет против двоих соперников. Очевидно, очевидно. Сейчас Бавзинюк подштовховывает Слуцкого. Бавзинюк подштовховывает Слуцкий с мячем. На Грабко снова просвернен. Гомель отримает мяч и вольный простор перед ним. И целый в дальний ход, но Соколов все контролювает. Такой скрытый удар с носка, с левой ноги, когда ты в ходу. Ну, крайне неудобно для вратаря. И Соколов, видимо, здесь... Будем так... Я думаю, что не справился бы, если попал бы в дальний. У меня такое предчувствие. Не знаю. Бабчинский. Старался догнать Миронюк. Чуточку выключился. Все же. Я думаю, что если бы на все 100 выкладывался, достал бы мяч. Чтобы дальше с ним делать, не знаю. Богдан Слуцкий. Но какой же дальний вброс рассчитывает Бабчинский? И тут Слуцкий, я не знаю. Наверное, сам себе проблему нашел. Побоялся, наверное, что Максим сделает рывок. И это всячески повлияло на равновесие. А вот разыграли. Удар от Грабка не достаточно акцентованный. Просто Слуцкий Богдан заблокировал его. С мячом просверлено. Непоганый такой пас, но Соколов грамотно зараз постелился. Замыкаем, замыкаем такие. Надо замыкать. Смотри. Соколов, а ему никуда вбрасывать. Время-то идет. Ясько так, не дуже якісно. Открывался зараз під це вкидання. С мячом Грабком. Ставить корпус и невдало від пасови на просверлено. Куксенко, дальний удар. Касание игрока было. Это у нас угловой. Ясько. Бабчинский тут, я думаю, его таким не удивишь. Вот именно такие моменты на хитрость. По-моему, у него все хорошо с этим. Просвернен зараз. Играет просто назад на Грабко. Старается пошире играть основа. Надежней. Прикрап и мылка. От Миронюка. Слуцкий разыграют с Куксенком. Порушение правил очевидное. Від Просвернена. Красиво уходил от второго. Дуже красиво. Отримаю Максим жовту картку. Давайте успокоимся. Все, не объясняй. Старай играю. Все, все, все. Все, все. Уходим, уходим, уходим. Ставим. Все, фол есть фол. Ничего не изменится. Давай. Куксенко буде виконувати цей штрафный удар. Хитро відпасовував. Обратите внимание, как неудобно Рыбачук Михаил пробивал. Та сил в этом ударе не было. Но вот за счет пластики этого игрока, казалось бы, такой немножко расхлябанный удар, а неудобный для голкипера. Потому что вратари все-таки играют, будем так говорить, под привычные удары. И когда ты бьешь неудобно, то это вполне может быть даже гол. Зная Михаила, я могу сказать, что таких мячей он немало забил. Ясько зараз с дальней дистанции завдавал цего пострелу. Але не вдало. Куксенко перехоплюют зараз суперники и Просвирнин. Как Соколов на дальней-то вовремя оказывается. Неплохой момент. Издали решил пробить Рыбачук. И минуту. Слутки. Богдан зараз Луцкий віддає передачу на Куксенка. Рыбачук спокойно обігрует. Але Зинюка так просто не пройдешь. Аут для Спарти. Джунь все-таки подчищает этот навес. Машковский назад. Слабовато передача, по-моему. Ставить зараз. Корпус. Спаченко, Просвирнин. Ну, жестковато команда играет друг против друга. Судим, на самом деле, желательно чаще вмешиваться. Потому что так недалеко до какой-то травмы. Нужно осторожнее, явно. Берись здоровь, в первую очередь. Тайм-аут. Я думаю, что в любом случае против 12 футболистов крайне будет сложно играть двумя заменами сегодня. Ну, пока что вот первый там принципиальный вопрос. Почему бы не порубиться? Зазвичай стабильность – это знак успеха. Побачим, как у Спарти будет этого разу. Не замыкает на дальней штанге. А нужно, нужно это делать. В любом случае. Слуцкий Богдан активно идет в обигрыш. Трачает мяч. Иван Бавзинюк розыгрывает с Гомелем. Знову Бавзинюк. Рыбачок. Михаил. А чему бы не пробить? Хороший удар. Бавзинюк. Змячаем зараз там на дальней стите. И как же неприятно. Но старался Куксенко всячески помешать. А Гомелю забить. А в итоге забил свои ворота. А разыграли. Не задерживаясь. Куксенко на вес. С места на Машковского. Старается достать мяч. Ну, выходит основа вперед. Теперь с перевагою у два мяча. Спарти требует активизироваться. Хотя довольно симпатичную игру показывает Спарти. Мне понравится команда. Рыбачок. Он пытался играть. Не вышло в него. Аут для основы. Бавзинюк зараз выбор на Шпаченко. Кто в борьбе с Куксенком втрачает мяч. Слуцкий Богдан. Идея на Рыбачука. Кто и отримает по нозе довольно рихро. Тоболича. Да, и это желтая карточка Шпаченко-Святослава. Просвирин, Бавзинюк и Шпаченко. Все на желтых. Это шестой фол. Ну и Куксенко берет ответственность на себя выполнять этот удар. Схибов. С довольной вдалой и последний. Да, не лучший удар от Михаила Бабчинскому не так-то просто. Вот именно такой удар. Когда ты подготовиться можешь, забить. Ну, видим, что попасть даже не смог. Хотя старался. Я думаю, неудобно бить прежде всего. Все-таки цепляется Михаил. В последнем от стопы твоя вышла. От стопы. Готовься. Право, право, право. Вводить Соколову мяч. Отпасовывает на Куксенко. Машковский. В центре развернулся. Проще сыграл назад. Машковский зараз не сумел обробить мяч, пропустил его. Неприемный пас у Спаченко, а Бабзинюку прямо в спинном. А вот Слуцький вводит. Шоколов отыграл на Куксенко. Слуцький разыграл все трижки и это помилка производит. Да нет, мне кажется, что пропускал якобы креативно на Рыбачука. Получилось совсем не то, что нужно. Гомель Юрий забивает еще один гол. Это без асиста. Автогол. Конечно, конечно. Нормально. Этот брос был совсем неубедительный. 3-0, я напомню. Первый тайм у нас 3 четверти уже почти преодолел. Не сказать, что Спарта смотрелась как-то неуверенно. Они просто пропустили три мяча совсем таких странных. Один очень быстрый, Гомель. Классно там пробил. Точнее, не Гомель, а Шопаченко. Второй автогол. Третий вот сейчас ошибка снова. То есть два мяча формально просто из ничего появились у основы. И как раз таки спартанцы этим воспользовались. Действительно, Фортуна сегодня на боце основы. И я думаю, они это уже прекрасно усвідомили. Машковский разиграет с Соколовым. Новый у нас играл. Конечно, очень не хватает Богдана Евгения, который, будем так говорить, в командировке Мусаева. И, к примеру, даже Бровченко. Это уже сразу же другая команда. От сбора крайне много зависит. Крайне много. Слуцкий, Богдан, впевнен, на себе почувает біля власних воріт. Не боится брати инициативу в свои ноги. Рибачук, Павло, шикарно відкривається. Зарази пішов в обіграш. Две ошибки. Перетянул Михаил. Шире на Домашковскому открываться. Оба ошибались в этом моменте. Оба его не реализовали. Тут нужно наказывать соперника. Попчинский, диагональная передача. Двоих вытянули. Бавзинюк. Прихованный пас. Зараз на партнера, але не вдало. Рядин відкривався. Машковський. Розіграє зараз Куксенко. Знову Куксенко. Активно перепасовались. Бабчинский с мячом. Брасывает тут час. Шпаченко. Накрываю его Куксенко. В цю жмить. Рыбачук полу. Дало відпасовує на Богдана. Той загрався трішки. Але заробляє аут. Рыбачук зараз широким кроком обігрує. І не вдало. Хороший момент. Нашов пространство. Ушов в сторону. Пробил. Михаїл Рыбачук. Очень неплохо. Та виглядело. Яронюк зараз отримав трішки. По ниркам. І порушення правил фіксує суддям. Гомель буде виконувати штрафний. Мюрій. Мудалу розташувався Мишковський в цьому випадку. Бабченський. Вбрасывает тут Сажа на Святослава. А, нет, прошу прощения. Это был сьомик. Слудский. Опасно. Вот так последним позволять себе поводиться. И тут же едва ли не наказали. Селі, 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 селі. Сталися вороками. Смотрим. Левий игрок один. Право два. Відкривався Богдан. Гомель обіграє його, відібравши попередній мяч. Відпасовує на Сьоміна. Невдалий удар. Слудский відкривається. І забивает гол Соколов. Александр отдал прекрасний асист. І Слудский Богдан досвідно важний мяч забивает. Ускорение сделал на ура. Справился в этом епизоді. Счет 3-1. Сократили. Отрив. Плакай играє. Богдан сейчас активен. Но все равно по-прежнему много рискує. Вот как раз, когда последний. Знову з мячем Богдан, як бачимо, не боїться обігрувати. Часто ці його обіграші вливаються в аути. Причому не завжди. Для його команди Гомель з м'ячем відпасовує на Бабчинського. Навешивається Танислав. Тут в руки Соколова. Слудський. На центр. Рыбачук. Два касання. І сразу на коксен. Быстро комбінирується. Старається. Ну тут мяч не виходить. То есть только сейчас. Покидает пределы поля. Дві минути до завершення перего тайма. Богославский. Богославский намагается тресинговать. Слудський відпасовывал на Рыбачука. Але Машковский на томість отримує цей пас. Атака не менш перспективна. В спину мяч летит. Слудському не очікували такого розвитку подій. Сьомин. Відпасовывал на Просвірніна Максима. То есть закидає на Миронюка. Непогане закидание. Але не вистачає поля. Слудський відпасовывал на Хуксенко. То есть на Машковского. Прихватывает Просвірнін. Просвірнін поспішив, мне кажется, с ударом. Были варианты розвитку атаки. В центре, то на лівому фланзі. Соколов вбрасывает на Машковского. Сейчас пытается все-таки немножко на крыльях додавить второй мяч. Спарта, это очень неплохо выглядит. Но могут заиграться, будем честными. Потому что силы не бесконечные. Просвірнін, где она? Рыбачук Павло там сфулив переднюю. Там четыре защитника. Какая перспектива? Там же ядов сфулись. Не точный пасовец. Женя, Владислава. З мячем Слуцкий Богдан. Это еще один фол от основы. И это снова 10-метровый. На этот раз кто будет пробивать? Слуцкий берет уверенно мяч в руки. Ну и в тот же угол пробил Богдан Слуцкий. Два 10-метровых и два нереализованных 10-метровых. Что обидно явно. Бавчинский скидает на Джуня. Кто-то находится продолжение в центре, но не точный пас на Миронюка. Дай середину. Дай середину. Сенко. Непогано. Партнер открывался, но не точно. Завершивается у нас первый тайм. Рахунок 2-1. 3-1. На перерыв.